28 ноября в Большом зале Дворца культуры Спартак состоялось торжественное собрание, посвященное столетию Марьям Ибрагимовой. Мероприятие началось с выступления Государственного ансамбля танца народов Кавказа «Молодость Дагестана», исполнившей хореографическую поэму «Ахульго». Собрание открыл заместитель главы администрации города Хасавюрт Хайблаумаров, который поприветствовал всех гостей от имени главы Хасавюрта Зайнудина Акмазова. В преддверии юбилейного мероприятия в Хасавюрте было проведено большое количество встреч, собраний, викторин, посвященных неповторимому творчеству народной поэтессы, сказал Умаров. Готовясь к столетию со дня рождения Марьям Ибрагимовны, Дагестанская региональная правозащитная общественная организация «Наш дом» совместно с различными организациями учреждений города Хасавюр, Казбековского и Навалаковского районов провела множество разнообразных мероприятий. По популяризации жизни и творчества выдающихся дочери Дагестана. В бурно протекающей читательской конференции по роману «Имам Шамиль» Марьям Ибрагимовна приняли участие свыше ста студентов Хасавюртовской колледжей. С успехом прошли открытые конкурсы на лучшие учреждениях стихотворений и на лучшую иллюстрацию произведений Марьям Ибрагимовна среди школьников Хасавюрта. Все книжные издания, произведения Марьям Ибрагимова и газетные журнальные публикации о ее жизни и творчестве из документального фонда Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Росова Гонзатова оцифрованы и в соответствии с российским законодательством об авторских правах, представленные в открытом доступе. В предубилейную подготовку была вовлечена общественность Казбековской и Навладских районов. Я думаю, их представители расскажут об этом в своих выступлениях и на наших прождествиях. Гостями мероприятия стали первый заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан Гарун Давыдов, советник главы Республики Дагестан Камиль Ланда, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов и многие другие. Слово было предоставлено заслуженному энергетику Российской Федерации, родственнику Марьям Ибрагимовой Абдухалику Халикову. Могу сказать одно, горжусь тем, что я являюсь каким-то родственником. Мой дед и Рустам мой дед оказались проевременными братьями. Мы не знали, познакомились, потом нам это дело рассказали. А Марьям сказали очень много. Я говорю особенно про биографию, не собираю. Врач, писатель, поэтесса, художник, общественный деятель, публици. И посмотрите, сколько всего поместилось в одну жизнь, в которой утром человек шел на работу, полностью работал весь день, а потом уже занимался делом, которое стал делом жизни. Четыре раза рукопись переписывалась для того, чтобы ее сохранить. И пряталась в разных местах. В это время не только карьерой можно было поплатиться за такое позитивное отношение к имаму. Мы знаем очень много про это дело, но прочувствовать это можно только вот задумавшись, прочитав, осмыслив. Твой дед ничем не знаменитый горец. В сражениях воет, а в труде устарь, не причинял невинному горе. Был с малым мал, со старым стар. И ты, мой сын, прошу, живя на свете, будь человеком, другом и отцом, чтобы за тебя не стыдно было детям и смело людям мог смотреть в лицо. В ходе мероприятия были продемонстрированы фрагменты романа Марьям Ибрагимовой и Мам Шамиль в исполнении участников молодежной студии Дворца культуры «Спартак». Были прочитаны произведения поэты с их осаюртовскими школьниками, лауреатами конкурса чтецов поэзии Марьям Ибрагимовой. На сцене выступили солисты фольклорного ансамбля «Дарачи». Тематические произведения исполнили заслуженные артисты Республики Дагестан Латип Шаипов и Шамиль Ханакаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В завершении мероприятия организаторами и гостями были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и в подарок книга Марьям Ибрагимовой. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».